Добрый вечер. Как говорил один из наших соседей, танец это единственное искусство, материалом в котором являемся мы сами. Об этом сегодня в программе «Соседи» и в гостях у нас заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Борисович. Балет «Лебединое озеро» это не первая ваша постановка, не первая встреча. А вот что вас привлекает в нашем городе и провинциальная сцена? Что это такое для балета? Во-первых, меня привлекла сначала именно сама атмосфера города, природа, погода и, соответственно, архитектура и история города. Это произошло совершенно случайно, лет 7-8 назад, когда мы, проезжая мимо Великого Новгорода, остановились здесь на несколько дней. Планировали на один день и остались на несколько. С тех пор прошло очень много времени, событий. У меня появился уже дом под Новгородом. А, недалеко здесь. Это основной момент. И это место планировалось для того, чтобы уезжать из суеты Петербурга, приезжать в Новгород и отдыхать тем самым. Но через какое-то время я увидел, что жизнь Новгорода, хоть и очень степенная, я бы сказал, даже более чем медленно текущая. Размеренная. При этом присутствует достаточно большое количество культурных событий, и в мою голову закралась мысль о не приехать ли нам сюда со спектаклем. Так произошло первое событие, которое связало мою профессию и город. Это также было «Лебединое озеро» на сцене прекрасной новгородской филармонии. По одной простой причине, что сцена, хоть и небольшая, но зал и соотношение со сценой, они удобны и уютны, я бы сказал, если есть такое понятие в сценическом пространстве. У нас прошел совершенно замечательный спектакль, я бы даже сказал, с успехом и с хорошими отзывами публики, поскольку наше время диктует и общение не только, вот как мы с вами сидим на кухне и общаемся. Ну и через соцсети народ стал писать, говорить, обсуждать, и тем самым возникло еще два мероприятия на этой же сцене чуть позже, с разными названиями. Это были и «Танцы о любви», и спектакль «Кармен», и другие у нас были взаимодействия с филармонией. И прошло какое-то количество времени, и я понял, что нужно, наверное, вернуться опять к теме «Лебединого озера», потому что эта тема вечна, и любовь, зло, добро и зло. И, соответственно, тема любви, куда без нее. И как бы ни была, как говорят иногда, старомодна классика, она всегда говорила об основном. Говорить-то говорила, но была ли услышана? Наверное, была, если уже столько лет существует именно это наименование фактически на всех театральных подмостках. Именно «Лебединое озеро». Именно «Лебединое озеро». В нашей стране происходили некоторые перемены. Как услышишь озеро, так значит... Поэтому что-то произошло. Но, может быть, и в новгородском обществе произойдет какая-то революция культурная в связи с нашим спектаклем. Скажите, вот меня давно волновал этот вопрос. Вот формы старой, ну, старой, можно даже не сказать устаревшей, но все-таки классической. Оперы ли, балета ли. Требуют ли они сегодня переосмысления, перекодировки? Или давать их надо, как их ставил там Фокин. Ну, Дягилев не ставил, но... Я считаю, что все имеет право быть в сцене. По одной простой причине, что проходит количество времени, и время само отметает ненужные. То есть ведь «Лебединое озеро» — это вот такая классическая абсолютная красота. Абсолютная красота. Может быть, она сегодня мало кому интересна? Или наоборот? Она не может быть мало кому интересна, потому что в один из дней я приехал в Великий Новгород, приехал в свое село, хотя это деревня, но почему-то для меня это восприятие, что село. И у меня там заканчивалась стройка, какие-то процессы происходили. Мой рабочий приходит и говорит, Игорь, вы знаете, у нас на соседнем берегу лебедь. А, тут эта история. Я подумал, что это не то чтобы шутка, но поскольку у меня очень романтически настроенный прораб, который помогает нам во всем, и совершенно прекрасный человек, уже много лет с которым мы дружим, даже более нежели работаем. Я сначала не поверил, но на следующее утро мы поехали спасать лебедя, который опять-таки связал тему лебединого озера, Новгорода, Чайковского, и куда уж без него, тут уж никуда не денешься. Я в скобках замечу, что у нас были под Новгородом поля, и появление их, инспирированные Иваном Грозным, я слышал, что там подкарабливали как раз лебедей. Неудивительно, что они сейчас появляются. Да, какие-то места обитания и все прочее. А провинциальная сцена, не обижает ли она вас, вот какой-то, как вы сказали, может не поворотливаясь такой, тугодумностью, нет? Она уютна. Не обязательно иметь стадион, потому что, как мы все прекрасно понимаем, в наличии стадиона есть возможность показать, но не всегда со стороны артиста есть возможность показать то, что он может. По одной простой причине, что гораздо проще сузить пространство и воспроизвести нечто, нежели расширить пространство, и соотношение сцена человек уменьшается, зритель сидит далеко, возможно, это упрощает момент продажи билетов, потому что это может быть гораздо дешевле и более доступно. А в Новгороде прекрасные соотношения, тем более, что это изначально, насколько я знаю, исторически был драматический театр. Да, с испокой века. До этого, правда, семинарий и какой-то документ. Но тем не менее, то есть какие-то, значит, параметры соотношения были соблюдены уже изначально. Скажите, пожалуйста, вот у вас, когда вы заканчивали, у вас что написано? Ну, артист балета? В одном дипломе, да, артист балета, а в другом дипломе в хореограф-репетитор. Вообще, это загадочная профессия артист балета, да? Как и любая другая, ты на протяжении всей жизни учишься. Вот сам танец. Вот я вначале сказал, что материалом является мы сами, да? Но ведь материалом и в киноискусстве, и в драматическом искусстве там актер во многом играет своей, ну, как бы, внешностью. Но у него есть плюс слова, сюжет и так далее. У артиста балета-то что в руках? Понимаете, мы все танцуем, без исключения. Вот даже сейчас, когда вы мне задавали вопрос, вы активно... Размахивали рука. ...вестикулировали, и, соответственно, это уже был некий танец. Да. Все то же самое происходит на сцене. Но есть одна большая проблема. Мы неговорящие артисты. Соответственно, для нас жест — это элемент воспроизведения того или иного текста. И насколько он внятен, насколько мы внятно его произносим, зависит, настолько понимает то, о чем мы говорим со сцены публика. Вот плюс музыка. Это первый момент. Плюс музыка, без которой нельзя. Кстати, это единственный минус филармонии в том, что, к сожалению, нет возможности привести оркестр. А-а-а, да. Это то, как ты это видишь. Это твое видение. Это то, что у тебя в голове, твой кругозор в том числе. Насколько ты интересен в жизни. Насколько ты интересно можешь представить то или иное движение. Это тоже имеет большое значение. Мы с вами сейчас сидим и оба потираем руки. От удовольствия. Это же каждый индивидуально делает. Соответственно, мы с вами о чем-то в данный момент думаем и тоже хотим воспроизвести, вот как я сейчас начинаю, жестикулировать. Ну да. Осознанно, неосознанно. Некие движения. Хорошо. Но, Игорь, я слышал, что у Нижинского был знаменитый прыжок, которым он зависал в воздухе. И многие не могли понять, как он это делает. Потом я видел кадры, как наш знаменитый озеров, если я не очень путаю, Болеро, который повторил павильон Армиды, и он повторил этот прыжок, выпрыгивая в окно. И мне действительно, я хоть и по телевизору смотрел, а все, что он правда зависает. Это что, единственная цель балета? Вот эта гимнастика? Я вам скажу больше, я несколько в другую сторону шагну и отведу разговор, поскольку то время оно замечательно было чем? Тем, что не было видеозаписей. Информация, как правило, передавалась либо в печатном виде, либо в письменном виде, передавая письмо туда или и на, либо восторженные отзывы. Все это фиксировалось. Тот минимум, который остался у нас, как исторические справки, хроники, и дошедший до нашего времени, можно воспринимать как угодно. В принципе, вы все станете переплюгнете через стол, и я буду говорить и писать об этом, что это что-то невероятное. Это не умаляет достоинства Нижинского. У него был совершенно замечательный, и в театральной истории нашей страны, был совершенно замечательный Сергей Павлович Тягилев, который прекрасно осознавал, как создаются легенды. Он вывез мир искусства во Францию, где делал русские сезоны неоднократно, долго, которые потом повлияли на все мировое пространство. Театральные живописи, музыки, оперного. Он всегда успевал за временем. Он был во времени, он умел привлекать. Меня поражают мемуары Тамары Корсавиной, которая писала о том, что мы не получали денег. Тут я остановился на этой строке, и я для себя понял такой момент. Потому что они нам не нужны, мы были заняты идеей и желанием показать то, что мы имеем. Но она немного лукавила, потому что потом она поменяла труппу. Но по надобности, и если тебе нужны были деньги, мы подходили к Тягилеву, и он нам их отдавал. То есть не было такого, как сейчас, время, когда мы подписали договор. И согласно пункту 5.1.1, перед спектаклем или после спектакля мы имеем то-то, если не имеем, отменяем. И много-много-много того чего. Ловкий вопрос. Но что артист балета может зарабатывать? К сожалению, я бы сказал, не очень много по разным причинам. Первая причина, во-первых, это краткосрочное существование на сцене. 30 лет и можно идти на пенсию. 20. 20 лет? Мягко скажем, 20. Потому что в 18 лет выпускается, 17, 18, 19 разница в год, выпускается профессиональный артист балета с дипломом, приходит в театр, и ровно через 20 лет он получает справку о том, что он может выйти на пенсию, получить нашу пенсию, и существовать на нее. Обычную. А если заслуженный артист? Если заслуженный артист, я не знаю, имеет ли смысл произносить, чуть-чуть необычную. Но совсем чуть-чуть необычную, и имеет право выйти чуть-чуть раньше, чем просто артист. На пенсию, да. Вообще пенсия для балерины звучит как-то несовместимо. У нас такая профессия, к сожалению, которая заставляет тебя жить в несколько этапов. Ты существуешь сначала как ребенок, как обычный ребенок до 4 класса. Потом в твоей жизни появляется, если появляется в нашей профессии, специфика артист-балета, балет, и ты постепенно начинаешь достигать год за годом, это достаточно долгое обучение, 8 лет, ты достигаешь какого-то уровня, тебе дают диплом о том, что ты артист балета. Ты приходишь в театр, поступаешь на службу в театр, и ты понимаешь, что в театре все заново. Чему тебя учили? Потому что тебя научили, но дальше ты начинаешь понимать, как это все нужно воспроизвести в театре, и ты начинаешь заново учиться, внедряясь в атмосферу театра, в жесткие условия театральной жизни в теперешний момент, потому что количество спектаклей не ограничено. Вот на сцене Мариинского театра, а в данный момент три площадки, в какой я являюсь артистом, сейчас три сцены, это концертный зал Мариинского театра, это историческая сцена Мариинского театра и новая сцена. Вот в один день может быть до семи мероприятий. То есть на одной сцене может быть два балета, на другой сцене могут быть тоже два балета. Это четыре, плюс какие-то оперные... Ну, здесь, конечно, не хватает артистов. Это такой достаточно живой организм, активно движущийся. Шоу-рум «Терминал». Огромный выбор керамической плитки, напольных покрытий, обоев и фресок. Мы создаем комфорт индивидуальный для каждого. Шоу-рум «Терминал». Федоровский ручей 2, дробь 13. Внутренняя парковка ТЦ Диез. Новоселам скидка 15%. Подробности акции уточняйте у менеджеров. Или звоните по телефону 90-09-02. День сменяет ночь. Зиму сменяет весна. Меняетесь вы, мы остаёмся. С вами 10 лет. Ваши такси. Три семёрки, три шестёрки. Глаза покраснели. Инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Многие уже забыли, какие дороги были в Новгородской области три года назад. Конечно, дорожное строительство в Новгородске. То есть можно людей повышенное внимание. Ситуация начала меняться в 2017 году. На дороге было выделено более 4 миллиардов рублей. В 2018 году битва за дороги продолжилась. Работы развернулись не только на трассах, но и в райцентрах, включая Великий Новгород. 2019 год стал в России стартовым для национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За три года почти 2000 километров новгородских дорог были отремонтированы. До 2024 года в рамках нацпроекта будут приведены в нормативное состояние ещё 2200 километров. Скажите, Игорь, современный балет, меня тоже не отпускает эта мысль. Я всё время смотрел «Алиси Алонсо», и мне показалось, что это вот такой прыжок, даже за дягилевскую эстетику. Происходит сейчас нечто подобное? Происходит, и большое количество возможностей предоставляется теперешним временем, потому что существует очень-очень много фестивалей, очень много возможностей дают театры, достаточно большие театры, Мариинский театр ежегодно весной воспроизводит во время фестиваля. Это вот сейчас как раз-таки этот период вечер современной хореографии. Такой воркшоп, как называется это по-английски, когда балетмейстеры дают заявки с просьбой о возможности участия в этом вечере. Соответственно, происходит какой-то отбор, и потом на сцене Мариинского театра происходят вот эти самые лучшие. Лучшие остаются в репертуаре на какое-то время, какие-то дольше, какие-то меньше, но тем не менее. Я, в частности, занимаюсь агентством с нашим продюсерским. Уже в третий раз пройдет наш вечер бенефисное агентство «Дэнс-дэнс-дэнс». И вот сейчас, буквально 26 марта, состоится на сцене Александринского театра проект «Соло», который тоже дает право участия хореографам с возможностью воспроизведения на сцене. Скажите, вы занимаетесь преподавательским действием, как вы сказали в предварительной беседе, 24 часа в сутки. Зачем вам это надо? Длинный вопрос. А короткий для наших соседей. Как определить, что твой ребенок способен к танцу? Это для меня тоже является таким моментом. Мое нахождение в Великом Новгороде заставляет меня о многом задуматься еще в этом плане. Поскольку регионы немаловажный момент для меня. Я родился в городе Пинск. Не все знают даже, где это и что. Это все достаточно часто путают с Минском. И очень долгое время в Петербурге, когда писали «родился в Пинске» моя биография, ко мне подходили и говорили, у тебя в биографии опечатка. Я всем пояснял, что нет, Пинск это Пинск, Минск это Минск. И я родился именно там. Я знаю, что такое регионы. Я довольно-таки много сейчас езжу по регионам. Принимаю участие в те или иных мероприятиях. И также ежегодно делаю смены в таком замечательном образовательном центре лагеря «Сириус» в Сочи. Который был создан по указу нашего президента Владимира Владимировича Путина на месте олимпийских объектов. И я знаю, что такое, когда приезжает 100 человек из регионов. И когда тебе за три недели нужно сделать смену. Я понимаю, какая это большая возможность дать проявить себя в эти краткие сроки. Где критерий? Как определить? Дать возможность. Подпрыгнуть? Дать возможность приехать. А, приехать. Это абсолютно открытое, куда ты пишешь, создаешь. Талантлив ребенок. Или можно... И он приезжает и дальше. И это тоже выявление тем самым. Нахождение мое в Новгороде меня, с одной стороны, удивляет. Какому-то такому, я бы сказал, даже пассивному существованию в этом плане. Потому что сколько раз я уже слышал, говорил о том, что нужно привезти в Новгород конкурс. Нужно привезти в Новгород конкурс для того, чтобы выявлять детей из регионов. Потому что я знаю, что они есть. Такого не бывает. И мне говорят, это достаточно вялый процесс. Меня это удивляет. Я почему-то в это не верю. И очень хочу в этом, в ближайшее какое-то время, двинуться в этом направлении, выявлять и сделать некую бесплатную форму возможности приезда. Потому что в Новгороде существует очень много коммерческих конкурсов. Я это уже увидел. И все-таки, Игорь, вот при великого мальчика, 7 лет, вы смотрите на его структуру, ширину плеч. На все. Самое сложное, это как раз-таки выявить физические возможности в плане будущности ребенка в профессии. В вокальном плане это ломка голоса, неизвестно что дальше. В балетном плане, танцевальном плане, двигательном плане достаточно сложно нужно смотреть родителей. Но это тоже не стопроцентное попадание, потому что дети перерастают у родителей, а некоторые не дорастают у родителей. Это тоже такой момент. Скорее, это более совокупность факторов и твое какое-то... Чутье. Чутье. Да. Потому что ведь главное может быть драйв. Может быть 90%, как вот редактор мне указал, успеха. Это как раз труд. Труд плюс человек, который находится с тобой рядом, который является твоим проводником в профессию. Я наблюдаю сейчас три фазы становления, поскольку работаю в Академии танца Эйфмана. Я вижу детей, которые приходят в небольшом возрасте. Я вижу фазу студентов, потому что я преподаю в Санкт-Петербургской консерватории. Я вижу уже фазу студенческую. В Эйфмане вы читаете танец, преподаете? В Академии я преподаю танец, в консерватории искусства репетитора. То есть дальше, если ты уже либо заканчиваешь, либо начинаешь, и тебя интересует вторая сторона профессии, и чем ты дальше будешь заниматься, и, соответственно, являясь премьером Мариинского театра, я вижу, как эти три этапа становления личности в... Это безумно интересно. А если, поскольку я еще сам сейчас уже являюсь артистом, но ищу варианты выхода из профессии, продолжения себя в профессии, и, соответственно, это четвертый этап, который меня тоже беспокоит, с одной стороны, а с другой стороны, предоставляется такое количество возможностей, что ты не понимаешь просто, куда двинуться пока. А премьера это как прима? Премьера это высшая ставка театра. А она назначается или художественный совет? Она назначается. И могут сказать, извините, вы сегодня уже не премьер, да? Бывает такое. Нет, не то, что не бывает. Нет, не бывает. Если ты уходишь из театра, ты уже не премьер. Ну, понятно. А вот на пенсию можно прийти премьером? Уйти премьером. Вот я в этом состоянии нахожусь работающим пока. Я являюсь пенсионером. Я занимаю положение в театре премьера Мариинского театра и, соответственно, еще занимаю две должности помимо театра. А вообще Мариинка в мировом раскладе, это ведущий, один из ведущих. Можем им гордиться, чтобы... Мне кажется, что, не знаю, может быть, у меня субъективное мнение, поскольку я имею прямое отношение и стал благодаря Мариинскому театру артистом с большой буквы. Может быть, я субъективен, но мне кажется, это все равно лучше. Чем где бы то ни было. Чем какой-либо другой театр. Но это субъективное мнение. Я не могу быть объективен, потому что это мое родное. Но ведь это, наверное, безумно тяжело и безумно интересно. Или я вот даже не очень... Это интересно, потому что спектакли не бывают похожими. И спектаклей вообще не бывает ничего в жизни похожего. То есть это всегда все индивидуально, особенно на сцене. Всякий спектакль. Всякий спектакль. Одно наименование, оно не может пройти одинаково. Меняется партнерша, ты сегодня танцуешь с другой партнершей, он уже иначе выглядит. То есть даже если вы, как сказать, несколько раз... Это абсолютно каждый раз разный спектакль. И от партнершей, и от публики. От всего зависит. Вот занавес открылся, и уже пошло что-то, к чему ты не можешь являться каким-то контролером. Это уже нечто, что может произойти только в театре. По-моему, парижскую какую-то премьеру вспоминает, когда декорации там готовились. Помню, водопровод проводили, какая-то вот история. И все оказалось готово за 10 минут до начала. И все-таки справились. Я вам скажу больше, в моей жизни был момент, когда костюм только принесли после 10 минут от начала. На первый акт. Была такая премьера в Мариинском театре Бейдерке, когда костюм партии, которую я исполнял, Солора принесли в 19.10. Но это не интриги? Это не интриги абсолютно. Это такие вынуждения, это живой организм театра, в котором все может происходить. Лебединое озеро. Ну, казалось бы, уже действительно такая... У меня все время, у тебя нет, пыльная классика там. Вы можете говорить абсолютно такие определения, в том числе... Вы не рассердитесь? Я не рассержусь, потому что я знаю, что время делает правильный выбор. Быть может, как помните, в фильме «Красотка», да? Она ведь тоже первый раз, но... А правда он сказал, что или ты сразу полюбишь, или не полюбишь никогда, как ни объясняй, балет или опер? Я уже не уверен, потому что у меня была ситуация, в которой я сходил на премьеру одного спектакля, был в полном восторге, а прошло три дня, и до меня не то, чтобы дошел смысл происходящего, я понял, что мне понравился не спектакль, а то, как в нем существовали артисты, и что они смогли сделать. И я понял, что это существенная разница. Спасибо большое, дорогие друзья. Благодарим за внимание. Это была программа «Соседи», мы увидимся еще неоднократно. Всего доброго.